Я очень часто в комментариях просто вижу, как люди апеллируют книжными знаниями. Дело в том, что они сами до этого не достигли, а выдают это как за истину. Вот это самое опасное, когда людей зомбировали, как бы там авторитетными, какими бы они ни говорили, что там авторитетные какие-то источники, общепринятые и все такое прочее. Запомните одну вещь, самый авторитетный источник вы сами. Вы должны убрать все предрассудки и все представления. И только тогда, слушая свое сердце, вникая глубинами вашего высшего разума, но опять-таки, все-таки сердце, наверное, важнее будет, вы должны почувствовать, где есть истина. Может быть, конечно, вы даже не согласитесь с этой истиной. Но нельзя отрицать то, что не несет зло. Вот то, что ведет человека к единению, это нельзя отрицать. Ваша задача – отобрать для себя все лучшее. Вы еще, может быть, не достигли высот, и для вас не нужно судить о том, чего вы не знаете. Правильное восприятие заключается в том, чтобы вы выбрали для себя лучшие моменты, а другие оставили пока что на потом, не осуждая и не критикуя их. Как вы можете критиковать то, чего вы еще не достигли? Это полная глупость получается. Вы просто себя глупцами выставляете. Поэтому вы просто придерживайтесь своей точки зрения. Придет время, вам откроются какие-то вещи, которые вы не отрицали. Если же вы будете какие-то вещи отрицать, значит, вы уже закрываетесь от них, и они не откроются вам. Позвольте тем вещам, которые вы еще не достигли, у вас возрастить в вас. И они будут в вас развиваться, потому что вы не отвергли их. Значит, вы приняли их. И рано или поздно они откроются вам в истинном понимании. То, что пока еще неизвестно вам. А для этого нужно чистое восприятие. Как дети воспринимают чисто все. Они еще не знают книжных знаний. Все, что бы вы им ни сказали, они слушают внимательно. Это и значит быть как дети, с чистым восприятием, с открытым сердцем. Вот так нужно воспринимать мир. Еще есть такое понятие, как авторитетный источник. Или авторитет. Ну вот, например, возьмем к примеру Иисуса, который уединялся и слушал Бога. То есть, что ему дальше делать? Указания свыше он слушал. Он слушал внутренний голос. Он тоже писал об этом, то, что он слушал внутренний голос. То есть, и он сказал, что и голос слышишь, и не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает за всяким рожденным от Духа. Вот для Иисуса, для авторитета это нормально. Но если вы скажете кому-то, что вы общаетесь с Богом, и вы слушаете внутренний голос, скажут, что у вас это не может быть такого, вам никто не поверит. И в этом проблема людей, следующих авторитетом. То есть, вы для них не авторитет. И если чего бы вы не достигли такого же Квышева, вам не поверят. Иисусу поверят. Потому что они не знают Иисуса. Поэтому они поверят источнику, который кто-то сказал. Ошибка большинства людей в том, что они, как бы вот по инерции, следуют к низным знаниям. Вот все их знания, даже которые они пытаются себе представить, основаны именно на книжных знаниях, которые они получили. И дальше этого они просто не двигаются. Очень мало кто способен выйти за пределы этих книжных знаний. Все время люди ориентируются вот на те знания, которые есть в книгах. И боятся высказываться, но это как все равно, что сказать в свое время, когда люди говорили, что земля квадратная на слонах и так далее. Кто-то говорил, что земля круглая. Его считали еретиком. Вот то же самое и здесь. Если вы сами начнете совершенствоваться, и ваши знания не будут соответствовать параметрам книжных постулатов, то вас могут сесть как бы не от меры сего, скажем так. Это в мягкой форме, скажем так. Тут главный фактор. Просто люди забывают, учитывают. Я не говорю про сумасшедших людей. Я говорю про здравомыслящих людей. И как Иисус говорил, кто не против вас, тот за вас. То есть если у вас есть любовь, сознание, единство. То есть осознанность всего, что оно едино. Единое сущее в вас должно быть как стержень. И тогда вы выйдете за пределы в правильном направлении. Но если человек, обычно психически ненормальный человек, либо человек, сошедший из духовного пути, он игнорирует в большом понимании любовь. Он игнорирует сознание единства. И в этом главная ошибка кроется. Вам же следует, наоборот, двигаться в направлении единения. То есть если вы будете следовать путем единения, и наоборот, расширять свое сознание и познание своей жизни так, что во всем видеть единое сущее. То есть основу этого единого сущего. И когда вы будете основываться на этой основе единого сущего, даже если вы не будете соответствовать постулатам, вы будете идти в правильном направлении и достигнете этого единого сущего. Вот. То есть начальный этап вам дается, вот эти книжные знания, это начальный этап, основа, скажем, религиозная, или это основа, либо еще какая-то основа там, материального плана. Это все платформа, с которой вы можете начинать. То есть ее не надо игнорировать, ее нужно принять, эту платформу, и пойти дальше. То есть спокойно принять, без фанатизма, как вот люди религиозные, они же как бы отстаивают эту платформу. Вам не нужно ни отстаивать, ни ее, ни как с ней ничего не делать. То есть вам не нужно ее отрицать. Пускай она будет, она есть, платформа это для тех людей, которые находятся на определенном уровне. И поймите, что вам эта платформа тоже в свое время, может быть, помогла. Оставьте ее тем, кто находится на этом уровне. Но мыслите свободно. Двигайтесь в любви и единении. И вы достигнете единой жизни. Единой жизни Бога. Познайте единую жизнь бытия.